Уже который день все новости финансового рынка начинаются с сообщений о коронавирусе, а точнее об ухудшении перспектив мировой экономики. И эта новость не исключение. Сегодня рынки сделали передышку и снизили опасения, учитывая меры, предпринятые китайским правительством. В дополнение к 1,2 трлн юаней Народный банк Китая влил еще ликвидности объемом в 500 млрд юаней, что значительно снижает уровень тревоги инвесторов. На этом фоне фондовые индексы не просто восстанавливаются, котировки буквально взмывают вверх. График индекса Доу Джонса в миг скакнул на 1,5%, выше отметки 28800 пунктов. Оптимизм инвесторов почувствовал и доллар США. Индекс USDX продолжает подъем и на момент подготовки материала к данному видео подобрался вплотную к психологической отметке 98 пунктов. Доллар США уступил часть позиций лишь канадской валюте. Кадзи укрепляется за счет стабилизации цен на нефть в ожидании заседания технического комитета ОПЕК+. Тем не менее, потенциал дальнейшего восходящего движения пары сохраняется. Стоит помнить, что на этой неделе в пятницу трейдеры ждут данных по рынку труда США и Канады. Прогнозы благоволят именно американской валюте. Волатильность была отмечена и на рынке криптовалют. Котировка биткоина за сегодняшнюю торговую сессию опустилась на 3,2% к отметке в 9 150 долларов за монету. График пытался удержаться на максимуме этого года на фоне обвала китайских фондовых индексов, но сил на это не хватило. В результате котировка откатилась вниз. Эксперты пытаются найти взаимосвязь между спросом на криптовалюты и развитием ситуации относительно распространения коронавируса, но пока безрезультатно. Специалисты технического анализа видят больше корреляционных связей и, исходя из сложившейся ситуации, прогнозируют скорое возобновление восходящего движения к уровню в 11 000 долларов. Нисходящий тренд ограничен уровнем поддержки на отметке 8 800 долларов.